Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас с вами необычный мастер-класс. Мы постараемся нарисовать главного героя книги Роба Скоттона «Котёнка Шмяк». Наверняка вы уже знакомы с интересными и весёлыми историями этого автора. Можем посмотреть какие-то здесь картинки. Одна из книг у нас находится в библиотеке, так что вы можете прийти к нам и почитать эту книжку. Мы постараемся нарисовать вот такого «Котёнка». Для этого мастер-класса нам с вами понадобится... Первая – это бумага для акварели. Она не обычная бумага, а немного такая шероховатая. Дальше нам понадобится с вами вода, краски. У меня вот такие акварельные краски «Сонет 24». Если у вас нет таких красок, вы можете использовать обычные акварельные краски. Дальше нам понадобятся с вами кисточки. Толстенькая у меня тут шестой номер. И тоненькая номер два. Карандаш и ластик. Так, делим наш лист на три части. Раз, два, три. Проводим вверху у третьей части линию. Находим середину нашего листочка. Тут у нас будет середина головы нашего кота. Рисуем голову. Рисуем ушки. Так, делаем это все схематично, не переживайте, ничего тут прорисовывать детально не нужно. Так, рисуем ручки нашего кота. Так, делаем это схематично, не переживайте, если у вас что-то не получится. И хвостик нарисуем здесь, вот он будет выходить. Вот такой хвостик нашим котикам. Здесь у нас будут плавательные фугеты, наручники или как они называются. Здесь помечаем места, которые нам надо с вами будет оставить. Осветлить. Лицо. У лапок. И живот. Вот такой набросок. Сейчас нам нужно нарисовать глаза. Сверху рисуем. Глаза у него идут в кучку. Тоже можете нарисовать в кучку. Один глаз меньше другого. Рядом тут носик посиделся. Ротик. Улыбочка. Вот так. Вот что у нас примерно получилось. Итак, приступаем теперь к краскам. Сперва нам нужно с вами намочить листочек. Мы с вами сейчас пока будем работать только с его туловищем. Руки, вот эту часть мы трогать не будем. Я забыла вам сказать. Давайте почистим лишнее. Все, мы с вами убрали лишнее. У нас получился еле видный рисунок, который может быть на камере не видно, а так видно. Работаем сейчас только с туловищем. Руки, хвост, мы это ничего не трогаем. Вернее, лапки, хвост, мы ничего не трогаем. Мы с вами мочим наш рисунок. Но мы мочим дальше, чем наш контур. Берем и заливаем водичкой. Заливаем. Еще, знаете, один момент. Мы с вами глазки не заливаем. Мы их вот так вот аккуратненько оставляем. Здесь вам в помощь может подойти маленькая кисточка. Глазки мы не заливаем, оставляем. Вот так. И дальше заливаем все водичкой. Туловище. Оставляем где-то может сантиметр в залитом пространстве. Вот так. Дальше мы с вами берем краски. У нас код черного цвета на картинке. Мы с вами тоже будем делать его черным. Вот такой примерный цвет. Берем и по контуру проводим. Видите, у нас с вами залили листочек. С вами залили и получается такие паутинки расходятся от нашего котика. Вот так. Как будто шерсть у него такая пушистенькая. Расходится. Много воды не берите, чтобы у вас сильно все не растеклось. Вот так. Видите, у нас получился такой необычный основной котик. Теперь мы возьмем немножко черненького и придем еще предать тени нашему котику. Вот так. Вот так. Вот так. Когда краска подсохнет, кот у вас не будет таким же ярким, как сейчас. Тут мы оставляем части, которые нам нужно было оставить. Где у него будет мордашка. Узика его. И ушки. Все остальное мы также с вами закрашиваем. Не бойтесь, если у вас получается не очень аккуратно. В акварели это самое веселое. Вы можете делать неаккуратное движение, у вас получится общая красота. Так, смотрите, у нас уши немножко затекли. Мы берем, смачиваем кисточку в чистой воде, промакиваем его салфеткой. И как будто стираем краску, которая наплыла на наши уши. Вот так. Оставляем белое пятнышко. Не забывайте все время смачивать в воде. Так. Носико здесь тоже почистим с вами, чтобы придать некоторый объем. И тут немножко так сделаем аккуратно. У пузика. Вот так. Ждем теперь, когда наше туловище нашего красавчика подсохнет. Мы можем с вами сейчас еще залить наш хвостик. Для этого мы берем чистую воде, обмакиваем нашу кисточку и так же делаем с хвостом. Помните, как мы делаем? Вот так же делаем. Вот так же делаем. Больше. Так. Немножко краски берем. И разливаем наш хвостик. Вот он тоже у нас начал кушиться. Так, наш рисуночок подсох. Мы сейчас с вами возьмем и зальем ему лапки. Нарисуем ему лапки. Так, смотрите. У нас с вами здесь были на рукавнике. У нас были на рукавнике. Вот здесь вот они спрятались. Мы их с вами не трогаем. И заливаем только часть лапок. Так же с этой стороны. Так же берем черный цвет. Водички должно быть немного. Так. И рисуем его в лапки. Вот так. Они у нас с вами. Вот эти какие пушистые стали ручки. Лапки у нашего котейки. Можем добавить чуть-чуть черного. На концах лапок. Не забываем, что у нас в середине лапок тоже должно быть светлое петло. Вот так. Ждем, когда подсохнет. У нас уже с вами подсохла почти мордашка. Поэтому мы с вами можем приступить к рисованию глазок и носика и ротика. Глазки у нашего котта на картинке зеленые, а в серединке черные. Мы с вами тоже сейчас возьмем темно-зеленый цвет. Проверим. Проверим. Ну, чуть уронички. И так. И рисуем кружочки по серединке. Так, нужно это делать. Вот у ротиками. У меня вот. Ух-ху-ху. 1-2-3-2-3-4-2-3-5-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Ничего страшного. Так, все, глаза мы ему почти нарисовали. Теперь мы с вами рисуем ему нос. Нам нужна черная краска. Рисуем пуговку. Так, тоненькая кисточка. Здесь я немножечко оставлю просвет, чтобы наш нос казался. Не плоским, как пуговица. А вот такой. Луковочку такую еще жесткую рисуем. Вот так просто. Теперь мы рисуем перегородину эту. Оп. Теперь. Сделать сейчас очень красиво. Так, и раз. Так. И раз. И раз. Чёрную точку ещё сейчас нанесу, а мы немножко с вами сейчас ещё зальём ему вот тёмные краски залили. Задаваем проточки, где там усики у нашего куриночка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, еле заметно, три, четыре. Вот так. Усики нашего котусика, мы можем с вами ещё прорисовать его нарукавники. Вот такой эмпатишный кот. Дальше, у нас подсохло тут. Мы с вами будем рисовать его нарукавники. Какой вам нравится цвет? На картинке вы видите голубой. Голубые нарукавники. А я, наверное, возьму тоже голубой. Вот такой яркий будет у него. мы, значит, нарисуем. Раз, два, три, четыре. Вот у нас тоже заходит. Здесь мы оставим белое пятнышко. Зальём это сейчас в баночку. Так, где он тут короткий нудрежный штрих? Там пятнышко. Смотрите, у нас тут ещё такой момент. Он здесь стоит из двух частей. Так что мы берём с вами. Немножечко уберём с этой части, но мочим нашу кисточку. Вот здесь проведём. Вот так. Смотрите, мы, значит, берём, вполаскиваем кисточку, осушаем её через салфетку и убираем как ластиком серединку. Залейте краской, чтобы у нас казалось, что наш нарукавник такой объёмный. Так же поступаем со вторым нарукавником. Вот такие нарукавники наши кота получились. Вот такой кот у нас получился, который учится плавать. Ну что, вам понравился наш мастер-класс? Я жду от вас ваших картинок. Может быть, вы расскажете, как зовут ваших домашних питомцев. Попробуйте нарисовать похожего кота. Ну что, приходите за книжкой, читайте с удовольствием и рисуйте. Вот такой у нас весёлый кот получается. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok